Вот, говорят, любовь – опасное чувство, но ещё страшнее театр. Так однажды сказал Станислав Любшин, которому в этом году исполняется 90 лет. Он, деревенский мальчишка, работавший в детстве сторожем в колхозном саду, а потом учившийся в сварочном техникуме, мечтал о сцене. Но его отец строго-настрого заявил, чтобы он был только на ведущих ролях. Станислав пообещал, что так и будет. И завет отца он сберёг. Он дважды был признан лучшим актёром года. В 1968-м за роль в фильме «Щит и меч» и в 1970-м в картине «Пять вечеров». Станислав Любшин женат во второй раз. Первая жена Венгерка, с которой он прожил 40 с лишним лет, родила ему двоих сыновей. Их семейный союз нельзя назвать счастливым. Семейная жизнь актёра постоянно испытывала проверки на прочность. Его жена боролась с его алкоголизмом, закрывала глаза на измены. Но потом, когда Станиславу подкатило к шестидесяткам лет в Польше, он встретил молодую девушку, которая своим обаянием свела его с ума. И закрутился любовный роман. Актёр развёлся с первой женой и женился на другой. Многие назвали этот брак с мезальянсом. Станислав Любшин родом из Подмосковья, из деревни Владыкино. Там прошло его детство и юность. На свет будущий актёр появился в 1933 году в семье агронома и доярки. Семья жила очень бедно, но дружно. В то время во Владыкино были такие старинные дома, буквально вросшие в землю, что зимой их заметало снегом по самую крышу. В деревне, в местном так называемом Доме культуры, был организован кружок самодеятельности, в котором самое активное участие принимала мама Станислава. И уже тогда маленький Слава проникся сценой. Ему было очень интересно наблюдать, как обычные люди перевоплощаются в актёров и проживают чьи-то судьбы и события. Уже тогда в нём зародился актёр, но пока он этого ещё не осознавал. Позже Любшин скажет так. У моего друга была возможность достать билеты в Большой. Так я впервые попал в оперу на Евгении Онегина. Пел Сергей Лемешев. Я был потрясён. Когда на сцене убивали Ленского, заплакал. И последнее, что меня погубило, это три сестры в Амхате. Я охотно приму это приглашение. На Рижском заливе волшебные сны. Сны иногда сбываются. После школы он отправился учиться в Кисловодск, в сварочный техникум, чтобы обрести серьёзную, хлебную, как ему казалось, профессию сварщика. Но мечта об актёрстве его не покидала. Он закончил техникум и, когда приехал домой на выходные к родителям, сказал, что хотел бы попробовать свои силы в театральном. Родителей он тогда застал, что называется, врасплох. Мама даже заплакала. Но позже он отправился служить в армию, и родители надеялись, что их сын позабудет о своей мечте. Но не тут-то было. Станислав Любшин во что бы то ни стало решил посвятить себя актёрскому ремеслу. Правда, когда он вернулся из армии домой во Владыкино, он встретил молодую симпатичную девушку, которую занесло к ним по распределению после окончания учёбы. Она была наполовину венгерка, и звали её Светланом. Роман между ними закрутился со скоростью света. Вскоре они поженились, и молодой семье было довольно сложно, потому как Станислав поступил в Щепкинское театральное училище. А жена в это время уже работала, и задавала ему вопрос, на что будем жить, студент. Но, несмотря ни на что, жили они хоть и бедно, но дружно и весело. Ну, Ксюша, давай. В 1959 году Станислав Любшин стал дипломированным актёром, и сразу же его пригласили в театр «Современник», тогда только зарождающийся. Дипломный спектакль под названием «Оптимистическая трагедия», в котором участвовал Любшин, увидел Олег Табаков. Вот он-то и заметил Станислава, и предложил место в трупе «Современника». Высокий, статный, красивый Любшин одинаково хорошо годился как для характерных, так и для героических ролей. Поэтому молодому актёру сходу стали доверять главные роли в «Современнике». Ты видишься с Генрихом? Да, мы с ним встречаемся. Я многим ему обязан. Без моего согласия тебе бы не выбраться из Латвии. Я умею быть благодарным. Но на подмостках «Современника» он долго не задержался. Решил попробовать свои силы в театре имени Ермоловой. Потом перешёл в театр на Малой Бронной, а потом уже во МХАТ. Театральная публика буквально ломилась на спектакле с его участием. Но всё-таки Станислав Любшин большую популярность обрёл благодаря именно кино. Актёр играл студентов, военных, шофёров и даже однажды исполнял священника. Но это всё были проходные роли, которые не принесли ему известности. Всего же он снялся более чем в ста картинах. Первые шаги в кинематографе Любшин совершил в фильме «Ленинградская симфония». Там он сыграл как раз студентом. На тот момент актёру было 24 года. Потом он снялся в фильме «Мне 20 лет». И это была первая значимая роль актёра. Кинокритики тогда отметили мастерскую и даже интеллигентную игру Станислава. Но настоящую славу ему принёс фильм под названием «Щит и меч», вышедший на экраны через 11 лет после кинодебюта актёра. Четырёхсерийная картина была невероятно популярной. Автором и режиссёром выступил Владимир Басов, который подобрал потрясающий звёздный актёрский состав. Славе досталась роль разведчика Белова. Сбылась его детская мечта. Потому как он, как и большинство мальчишек тех лет, чьи детские годы обожгла война, мечтал стать разведчиком. Вещь высокого класса я вижу. Йоган, я очень рад, что ты пришёл, поверь. Подарок дяде. Данные изумительные. Поздравляю. Момент, извини. Всего хорошего. Популярность актёра после выхода этого фильма возросла многократно. Он признавался, что уже после выхода первой серии он с женой и двумя маленькими сыновьями не мог спокойно пройти по улице. Все везде его замечали, просили автографы, и ему было невероятно сложно привыкнуть к такому вниманию посторонних людей. Если вы так любезны... Пожалуйста, Роля. Тогда возьмёте грузовик. А потом мы выпьем шнапсу. Когда вы будете совсем одна? Пойду оформлять вам пропуск в город. Я буду ждать вас. Первой супругой Станислава, как уже говорилось, стала девушка по имени Светлана, наполовину венгерка по происхождению, которую направили по распределению в родительскую деревню после окончания учёбы, где он сразу же заприметил симпатичную Светлану. Когда пара поженилась, Станислав тогда ещё не был знаменит. Но позже его жене Светлане приходилось нелегко. Актёр стал много сниматься в кино. Малова стала приписывать ему отношения почти со всеми красавицами-партнёршами по съёмочной площадке. А когда вышел фильм «Щит и меч», поклонницы, завидев Станислава на улице, окружали его плотным кольцом, не обращая внимания на то, что с ним рядом жена и дети. Что подполковник не каждому дарит сигареты? Не знаю, сумею ли я вас когда-нибудь отблагодарить. Если вы захотите пригласить меня порыбачить в Рижском заливе... Проверки на прочность, брак проходил регулярно. Со временем Станислав Любшин стал много выпивать. В кругу коллег и друзей он был украшением компании. Как-то художник Борис Массерер, друживший с актёром, рассказывал, народ его просто обожал. Все буфетчицы, посетители и официанты кафе или ресторана, куда мы ходили, приходили в восторг. Как только там оказывался слава. Прекрасные дамы к нему бросались. И он всегда при этом оставался довольно закрытым и сдержанным. Но шли десятилетия, давно уже выросли сыновья, и казалось, что у Станислава со Светланой крепкий семейный союз, который уже ничто не разрушит. Но как-то в Польше на кинофестивале он познакомился с молодой журналисткой по имени Ирина, Ириной Корнеевой. Тогда ему было уже 59, а ей только 20. Девушка была почти на 40 лет него младше и годилась ему фактически во внучке. Ну ладно, пошёл. До свидания. До свидания. До свидания. Сейчас приду. Закрутился роман, который окрылил Станислава Андреевича. Он словно помолодел. Оказалось, что в 60 жизнь только начинается. Актёр не сразу поставил в известность жену, а когда она узнала, то была, мягко говоря, очень удивлена и тяжело пережила развод. Конечно, многие не верили в прочность союза стареющего актёра с молодой журналисткой, но Станиславу Андреевичу удалось доказать всем, что для настоящих чувств не важны преграды и условности. Его второй брак оказался крепким и счастливым на протяжении вот уже почти трёх десятков лет. Станислав Андреевич и сейчас в строю. В этом году ему исполнилась круглая юбилейная дата – 90 лет. И он полон сил и энергии. Работает, как и прежде, в Амхате. Обожает молодую жену. Правда, совместных детей у них нет. Ну, если бы мы не сошлись? Так мы же. Ну, если бы мы не сошлись? Или на моём месте оказался бы не я, а какой-нибудь подлец бы. Что бы ты тогда делала с ребёнком? Один из сыновей артиста Юрий, актёр, сказал об отце так. Отец всегда отличался спортивностью. Когда был помоложе, обожал играть в футбол и волейбол, кататься на лыжах. А ещё у него золотые руки. Любовь к строительству преследует его уже много лет. К тому же он очень организованный и педантичный. Сыновья приняли выбор отца ещё много лет назад. Не стали его осуждать за то, что он женился на молодой девушке. Что несколько обижает их мать. Она так и не простила бывшего мужа. Станислав Любшин проживает огромную, насыщенную и очень интересную жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова